В лагерном бараке на табуретке стоял худой заключённый со старой балалайкой в руках. Он ждал команды. Перед ним возлежал на шконке Сёма Бидон, авторитетный уркаган из смотрящей зоны. Одной рукой он лениво почёсывал пузо, второй медленно помешивал ханку в жестяной кружке. Оторвавшись от этого занятия, Бидон скомандовал, давай, Шульберт, а нам жарь, доходяга. По команде Бидона заключённый, стоя на табуретке, стал делать странные пасы. Этот музыкальный ритуал, как правило, предшествовал при вселюдному зачитыванию так называемой малявы, тайного послания ворам от их братьев с соседних зон. Как правило, в таких малявах речь шла о решении Сходняка, где верхушка уголовного мира корала и миловала, устанавливала правила игры, выражаясь партийным языком, Сходняк приравнивался к съезду Политбюро. Закончив рвать последние струны на дряхлой балалайке, худой заключённый, не сходя с табуретки, сделал театральный реверанс, и Бидон власно щёлкнул пальцами. В барак его правая рука Гриша Котёл картинно под общий гогот ввёл на поводке дурика по кличке Шибзик. Это был беспомощный и бесправный Зак, который на свою погибель когда-то попал в блатную чёрную зону. Он сидел по политической 58-й статье. Враг народа. Да к тому же воевал на фронте. Спасло от кровавой расправы Шибзика то, что попав на чёрную зону, он свихнулся, ежеминутно ожидая заточки в бок. Блатные не захотели марать об этого дурика руки, и Шибзик стал посмешищем лагеря. Сейчас дурик изображал дрессированную собачку. Во рту у него была свёрнутая вчетверо та самая малява, которую должны были огласить на толковище. Гриша Котёл торжественно извлёк из пасти бумагу, развернул её и пробежал глазами по тексту. Вдруг лицо его перекосилось, и Гриша с хрипом выдавил. Люди к нам переводят Вову Варшаву с его ссучными шакалами. Толпа урок моментально загудела, а Шибзик громко заржал. Бидон резко вскочил и пнул идиота ногой, после чего произнёс «Конец нашей спокойной житухе. Надо готовиться к достойной встрече». Уже через час после толковища старший надзиратель отряда, которого зэки называли пупкарь Игорёк, знал об этом известие от своего стукача и тут же прибежал на доклад к куму, начальнику оперативной части лагеря, Никите Леонидовичу Матёрову. Кум уже давно ожидал чего-нибудь подобного и теперь с сожалением отметил, что перевод в его хозяйство Вовы Варшавы прибавит ему седых волос. А ведь до пенсии оставался какой-то годок, и резня в лагере ему могла подпортить послужной список. А то, что смертей не избежать, старый служак ощущал спинным мозгом. Бидон не тот человек, который уживётся на одной зоне с Варшавой. Из оперативной справки. По оперативным данным Грызлова Владимир Петровича, кличка Варшава, 1901 года рождения, осуждённого за кражу личного имущества, тайное собрание воров приговорило к смерти. В уголовном мире Варшава считается королём сук, заключённых, сотрудничающих с лагерной администрацией. В первую очередь в эту категорию входят уголовники, воевавшие с фашистами. Именно после окончания кровопролитной войны в прежде монолитном воровском мире произошёл крупнейший раскол. Он был грозным предвестником начала так называемой Сучьей войны – кровавой резни между двумя группировками зэков. Именно этот раскол теперь не давал жизни матёрому. В его хозяйстве пока всё было в порядке. Побегов, убийств, бунтов, откровенной поножовщины и прочих безобразий в последнее время не случалось. Никита Леонидович был твёрдо убеждён, пока за лагерем смотрит бидон, который держит всё лагерное кодло в подчинении, матёрому опасаться нечего. Причин так называемой Сучьей войны было несколько. Одна из них – это то, что во время Великой Отечественной многие уголовники ушли на фронт в составе штрафных рот и батальонов, чтобы смыть свою вину кровью. Правда, такой патриотизм проявился в воровском мире уже ближе к концу войны, когда советские войска перешли в решительное контрнаступление, и победа СССР над фашистской Германией стала очевидной. В уголовном мире появился соблазн прорваться в сытую Европу со штыками и хорошенько там поворовать. Между тем, после окончания войны, блатные фронтовики, или как их стали называть, военщина, не привыкшие к честной жизни на свободе, стали снова попадать в лагеря. Кроме того, многих, кто воевал, власть попросту купила на этот призыв смыть грехи кровью. Заключённые отчаянно воевали, а после войны зэков принудительно стали возвращать в места не столь отдалённые, чтобы не портили светлую картину счастливой социальной жизни мирных граждан. Для этого правоохранительные органы пошли на беспрецедентный шаг, введя знаменитый указ от 4 июня 1947 года, который уголовники называли 4 шестых, об усилении уголовной ответственности за хищение государственного, общественного и личного имущества. Этот указ, по сути, заменял высшую меру. Согласно новым правовым актам, сроки для профессиональных уголовников теперь повышались в геометрической прогрессии и доходили за любой рецидив до 25 лет. Лагеря стали быстро наполняться уголовщиной. Воров стали десятками тысяч грузить на пароходы и поезда и под строжайшим конвоем отправлять в многочисленные лагеря, деятельность которых ни на минуту не замирала во время войны. С особым вниманием комплектовались два больших отдаленных лагеря – Колыма и Воркута. Суровая природа Крайнего Севера, вечная мерзлота, 8-9-месячная зима в сочетании с целеустремленным режимом создавали удобные условия для ликвидации уголовщины. В итоге большая часть осужденных, чтобы получить поблажку от лагерного начальства и обеспечить комфортную жизнь, пошла на сотрудничество с органами. Одно дело, как шутили урки на одной ноге трешник отстоять, а совсем другое дело тянуть мазу на четверта. Такой срок ломал старых отчаянных сторонников воровской идеи и переводил их в разряд сук. Многие воры-фронтовики и осужденные по указу 4-6-х вскоре заняли престижные должности хлеборезов, бригадиров, нормировщиков. Таких в ГУЛАГе называли дурилками. Кроме того, не обученных уголовников в первоходах провоцировали и сами конвойны. Вот, к примеру, идет такой зэк мимо вахты. Дежурный надзиратель кричит ему, «Эй, ударь в рельс, позвони, мимо идешь». Если вор ударит в рельс, сигнал побудок и поверок, он уже нарушил закон, то есть подсучился. Как правило, таких заключенных ожидала смерть. Но это в том случае, если зона черная. Но к концу 40-х стали появляться так называемые красные зоны. Власть там полностью принадлежала лагерная администрация и активистам из числа сучиных воров. Матерый до сих пор не мог забыть, как Бидон устроил показательную разборку над одним из зэков, воевавших с немцами. У несчастного нашли боевой орден, который он отказался выбросить в парашу. Тогда Бидон вытащил его за барак и избил до полусмерти. При этом он страшно орал, «Ты чмошник был на войне! Ты взял в руки винтарь, значит, ты сука! И подлежишь наказанию по всей строгости воровского закона! К тому же ты трус и падла! У тебя не хватило силы воли отказаться от штрафной роты и дальше тянуть срок! Возможно, даже умереть с голодухи, но не брать винтовку!» Тело замученного вора-фронтовика нашли через два дня в выгребной яме. Практически во всех лагерях повсеместно проходили так называемые провилки. Воровской костяк вычислял военщину и переводил в разряд фраеров или мужиков. Многие из них перебрались из насиженных шконок в петушинный угол, пополнив ряды самых бесправных заключенных. Понятное дело, воры, прошедшие фронт, решили дать самый жесткий отпор. В их число входил и Вова Варшава, бывший крупный авторитет, который во время войны отказался от воровской идеи и пошел воевать. Из архива. Грызлов Владимир Петрович. Служил в пехотных войсках, награжден орденами и медалями, чем заслужил полную амнистию и после победы над Германией был отпущен на свободу. Но уже через два года был пойман с поличным во время ограбления и получил 10 лет заключения. Уголовники в лагере встретили его крайне негативно. Определили худшие нары в бараке, заставили работать. Варшава не раз негативно отзывался о воровском мире и его законах. Вова Варшава очень любил под косяк с травкой пофилософствовать перед корешами. Как вор может быть честным, если он уже вор? А то, что, мол, блатарям что-то там нельзя, типа работать, так это полная туфта. Нынче все зэки на одно небритое, стриженное наголо лицо. В грязном ватнике с номерком на груди и черном треугле. А эта старая гвардия уркаганов просто зажралась. Вот и все. Качают права, гонят какую-то ерунду про свои воровские порядки. Но настоящий порядок наведем мы с вами. И нужно отметить, Варшава очень быстро стал чуть ли не легендой, а соблага. Отчаянный, неведающий жалости, он стал иконой для ссучных воров. Вскоре за ним стояла огромная армия уголовников. С ним считалась администрация лагеря. Его откровенно побаивались так называемые правильные воры. Его уже давно приговорили к смерти на союзном скриньке за то, что он лишил жизни одного из корифеев воровского мира. Однажды Вова Варшава одним ударом заточки остроотточенного длинного гвоздя кончил третейского судью Толика Бриллиантового и объявил тотальную войну всей черной масти. Толик Бриллиантовый был в особлаге одним из главных хранителей воровских традиций. Он участвовал в разработке так называемого катехизиса вора, в люсти которой обязаны были все члены преступного сообщества. Вор должен воровать, обманывать фраеров, пить, гулять, играть в карты, никогда не работать, не иметь паспортов, не жениться, участвовать в провилках. Тюрьма для вора хоть и не родной дом, но это место, где он проводит большую часть своей жизни. Поэтому заходить в него нужно с чистой душой. Из этого следовало, что в колонии блатные должны были обеспечить себе силой, хитростью, наглостью, обманом неофициальные, но важные права. Дележ чужих передач или чужих вещей, право на лучшее место, на вкусную жратву и так далее. Черной масти запрещалось работать. Для этого существуют остальные категории заключенных. Это и аварийщики, виновные в ДТП, политические, пострадавшие в ходе различной подковерной борьбы и осужденные на основании сфабрикованных, высосанных из пальца дел. Были даже дон-жуаны, брачные аферисты или обвиненные в кражах у представительниц женского пола. Но для таких, как Варшава, отныне честные воры были не указом. И Вова сам стал устанавливать законы. В этом ему активно помогала тюремная администрация СОБЛАГа. Целые этапы из сучных воров во главе с Варшавой переводили в лагерь, где те, имея численное превосходство и поддержку надзирателей и начальника оперативной части, устраивали самосуды и, уничтожая воровской костяк, перекрашивали зону в красную. Потом Вову сотоварищи бросили на следующий объект. И резня продолжилась с новой силой. У Варшавы была четкая тактика и стратегия. В первую очередь уничтожали смотрящего за зоной и его ближайшее окружение, лишив тем самым толпу заключенных в ОЖК. Далее под нож шли так называемые 35-ники. Это воры-рецидивисты, осужденные по 35-й статье. Нужно отметить, что человек в те годы мог не совершать никаких противоправных действий и получить срок только лишь за то, что ранее несколько раз привлекался к ответственности. То есть был рецидивистом. По одному из нововведений того времени заключенным разрешалось работать в лагерях или тюрьмах старостами, нарядчиками, десятниками, бригадирами, а также занимать целый ряд многочисленных лагерных должностей, которые давали серьезные поблажки и привилегия. Так Варшава очень быстро занял должность старосты лагеря, а его подручные стали командирами рот. Это позволяло им беспрепятственно передвигаться по лагерю и устраивать экзекуции носителем воровской идеи. Если возникали хоть малейшие сомнения в принадлежности к той или иной масте, подручные Варшавы быстро срывали с заключенного рубаху и искали на теле наколки. Татуировка – опознавательный знак. Играла она в таком случае роковую роль. Череп, пробитый кинжалом, или змея, обвивающая кинжал, принадлежность к касте воров. Корона над змеей – вор в законе, смотрящий, накалывается на плече или на груди. Крест с цепью выкалывается в верхней части груди и указывает на веру в свой рог. Если крест изображен в виде трифовой масти, то хозяин наколки – рецидивист. После обнаружения такой наколки начиналось расправа. Ногами, дубинками, кастетами, камнями подручные Варшавы на законном основании крошили в мясо почитателей старого воровского закона. «Примешь, паскуда, нашу веру!» – торжествующе кричал Варшава и подносил клинок к небритой морде испытуемого. Для перехода в новый воровской закон им лично был изобретен церемониальный обряд, отличающийся некоторой театральностью и более похожий на ритуал посвящения в рыцаре. «Целуй нож!» – строго приказывал Варшава. К губам избиваемого блатного подносилось лезвие выходного ножа. Если законный вор соглашался и прикладывал посиневшие губы к холодному железу, он считался принятым в новую веру и навсегда терял всякие права в воровском мире, становясь «сукой навеки». Всех, кто отказывался целовать нож, жестоко убивали. Каждую ночь к запертым снаружи дверям пересыльных бараков подтаскивали новые трупы. Эти заключенные были не просто казнены. Этого было слишком мало в Варшаве. На трупах расписывались ножами бывшие товарищи, поцеловавшие нож. Блатареи перед смертью трюмели, топтали ногами, всячески избивали, опускали, то есть насиловали или уродовали. И только потом перерезали горло. Вести о беспредельных расправах мгновенно распространились по всей воркуте матушки. Гневные малявы о страшных расправах Варшавы черным вороньем летели в каждую зону и колонию. Бидон прекрасно знал о жестоких действиях Варшавы и сразу объявил большой сход, на котором решили объявить массовую подготовку к будущей войне и выработали тактику обороны от головорезов Варшавы. Уже на следующий день зона ожила. Вооружались кто как мог. Одни делали пики из кусков арматуры, другие точили ручки, ложек и монеты. Над изготовлением ножей и заточек тайком трудились все кузницы и слесарные мастерские зоны. Матюрый был прекрасно осведомлен о подготовке к войне, но пока ничего не предпринимал. Во время последней встречи с Бидоном, которая проходила в рамках строжайшей секретности, смотрящий уговорил начальника оперчасти закрыть глаза и дать пару дней на подготовку. Он уверял, что если до ушей Варшавы дойдет, что противник вооружен, это может внести сумятицу в его ряды. Одно дело всем кагалам мочить беззащитного, и совсем другое – идти против пера. Ни для кого не секрет, что ножом уголовники владеют виртуозно, оттачивая свое мастерство во время пересылок и отбывания срока. И кум согласился с Бидоном. Высокому руководству из-за соблага было выгодно поножовщина между ворами и суками. А ему, матерому, она никаким боком. Пойдет что-то не так, и с него спросят по полной программе. А так хоть мизерный, но шанс. Поэтому начальник оперчасти провел работу с надзирателями и приказал закрыть глаза на подготовку и не учинять шмона. Надзирателей колонии или тюрем заключенные называли просто пупкари. Очень необычная история появления этого прозвища. Еще в 30-е годы оно прочно вошло в обиход заключенных тюрем. Дело в том, что когда надзиратель открывает окошко для выдачи еды или передачи, зэк, наклонившись к двери, видит перед собой только пузо и пуп. Вот так и стали тюремные надзиратели пупкарями. Вскоре погоняло распространилось и на лагерях. Но там надзирателей чаще называли цириками. Бидон уже минут 10 втолковывал молодому вору прописные истины, гоняя по кругу чифер. Многое в жизни зэка зависит от пупкаря. Пупкарь ведет зэка на прогулку, к врачу. В его власти вовремя оказанная медпомощь, пусть она и примитивна. Он может передать им оляву на другую зону и весточку послать родным. Жив, мол, здоров. Передайте немного курева и побольше сала. С надзирателем можно всегда договориться. За определенную плату или искусно выполненную финку или колоду карт он пронесет в хату все, что угодно. Чай, водку, марафет. Любому уголовнику известно, что пупкарь может на драконовских условиях обменять вещи или продукты на ржье. Но опытные сидельцы всегда приберегают золотишко на самый крайний случай и особо не светится. Ведь если цирики учуют запах легкой наживы, могут учинить шмоны забрать золото себе. Что-что, а искать запрещенные предметы опытный надзиратель обучен досконально. К тому же у него всегда есть в камере глаза и уши так называемые тихушники или стукачи. И вот настал тот день, которого так боялся кум матерой. В лагерь прибыл Варшава. По инструкции сверху короля Сук с прибывшим этапом полагалось поселить в отдельный барак. Туда же следует направить контингент заключенных, сотрудничающих с администрацией лагеря, веренного матерому. Было понятно, что таким образом в одном месте собирают основной кулак, который в любой момент может нанести удар, и тогда произойдет резня. Если в этой войне победят суки, зона станет красной, и тогда, считай, пропала спокойная жизнь. В сучьей или красной зоне обязательно наличие пресс-хаты, камер или бараков, населенные уголовниками, полностью подконтрольными и подчиненными администрации колонии. Эти люди выполняют любые указания администрации вне зависимости от степени законности последних. Такие уголовники называются прессовщиками. Если администрация прикажет прессовщикам опустить, то есть изнасиловать неугодного заключенного, это будет сделано. Нередки были случаи, когда в красной зоне поодиночке доставляли авторитетных воров, помещая в такие пресс-хаты. Даже если вор не менял масть, его насиловали и распространяли эту весть среди уголовного мира. А по его законам никто из правильных бродяг даже рукой прикасаться к такому человеку не имел права. Никита Леонидович напряженно думал. Он никак не мог решиться, какую сторону занять в конфликте Бидона и Варшавы. Только под утро, ополовинив в одиночку бутыль, он вызвал к себе Игоряка и приказал тайно доставить к нему смотрящего. Разговор получился тяжелым. Бидон сначала даже подумал, что матерый ведет какую-то свою игру, согласившись помочь. И хотя особой неприязни между ними никогда не было, но и дружбы также не водили. Чисто деловые отношения. Но кум рассказал, что все продумал до мелочей. Есть только один выход – спасти свою карьеру и отвезти от вверенного ему лагеря угрозу поножовщины. По-тихому убить Варшаву. После того, как стая лишит свожака, волки быстро превратятся в шакалов и подожмут хвосты. По задумке Бидон в кратчайшие сроки должен найти торпеду – смертника, которая и замочит Варшаву. Этот зэк якобы согласится перекраситься в суку. И, зная любовь Вовы к театральщине, он лично будет подносить нож для поцелуев. Именно тогда убийца и должен спрятанной во рту заточенной монетой перерезать в Варшаве горло. Матерый загибал пальцы. Во-первых, никто и не подумает связать начальника оперчасти лагеря с таким чисто уголовным методом убийства. Во-вторых, надзиратели дадут сукам на расправу с торпедой немного времени. В-третьих, нужно потом распустить слух, что парниша самолично решил завалить Варшаву и стать героем среди уколов. Ударив по рукам, смотрящие начальник оперчасти выпили по сто грамм. А спустя сутки за бараками произошел совершенно другой разговор. Варшава тихо беседовал с Шипстиком. Но у того на лице уже не было идиотской улыбки. Он рассказал, что когда попал в черную зону, сразу понял, проживет недолго. Вот тогда-то и решил изображать из себя идиота, свихнувшегося от страха дурика. Это его и спасло. Воры всерьез не воспринимали Шипстика и иногда обсуждали при нем важные дела. Какой суродоспрос! И вот таким образом Шипстик подслушал обрывок разговора Бидона и Гриши Котла, когда они обсуждали кандидатуру торпеды. Эту информацию он и выложил в Варшаве как на духу. Оказалось, что Шипстик, до заключения гражданин Михаил Плетнев, осужденный за убийство жены ее любовника, и Варшава ранее знали друг друга. Успели повоевать во время войны в одной части. Варшава даже спас ему жизнь, вынеся тяжело раненого Плетнева с поля боя. И вот теперь он решил отблагодарить своего спасителя. Дальнейший разговор Шипстика еще больше удивил Варшаву. Он сообщил, что находится на последней стадии туберкулеза, и жить ему осталось всего ничего. Но умереть он хочет не лагерным Шипстиком, а Михаилом Плетневым. Поэтому он готов убить Бидона, отомстив за те издевательства и надругательства, которые смотрящий доставлял. Варшава хищно улыбнулся и благословил смертника на дело. Буду рядом. Если успею, отобью у этого ответа. В ответ Шипстик лишь вяло улыбнулся. Он понимал, что Варшава не успеет. И снова нацепил на лицо свою идиотскую улыбку. В блатном углу как раз был обед. Бидону из столовки принесли горячий борщ с бациллой, наваристым мясом. И он собирался сытно от обеда. В это время к нему подбежал Шипстик и плюнул в тарелку. Все на секунду онемели от такой наглости, а Шипстик, широко улыбнувшись, молниеносно достал из рукава заточенный кусок арматуры и вонзил в живот Бидону. Уже через пять минут в барак ворвался Варшава с вооруженными подельниками. Первое, что он увидел, на полу труп Шипстика с идиотской улыбкой. И началась резня. Суки, воспользовавшись фактором внезапности и замершательством блатных, быстро закончили дело. Своим жертвам они нанесли более трехсот ножевых смертельных ранений. Но даже лишившись смотрящего, урки смогли оказать достойный отпор беспредельщикам. Трое суток шла настоящая война. Когда с обеих сторон количество стало исчисляться сотнями, руководство особо благо поняло, что ситуация вышла из-под контроля. Блотден приказ жестоко подавить, как говорилось в отчетах, спонтанный бунт. К операции были привлечены отборные войска и танковая часть. Во время этой зачистки уцелеть смогли лишь несколько сотен заключенных. Они и собирали трупы товарищей. Во время подавления бунта был уничтожен и Вова Варшава. Хотя некоторые заключенные уверяли, что тот вроде бы выжил, и его уже потом застрелили. Матерый понимал, что такой свидетель не нужен никому. А самому начальнику оперативной части влепили строгий выговор и спровадили на пенсию по состоянию здоровья. Но этот случай всколыхнул весь воровской мир, и подобные восстания стали возникать все чаще. На самом высоком уровне власть решила отказаться от политики невмешательства в кровавые разборки, и вскоре после страшной резни в особлаге были созданы отдельные зоны для сук и блатарей. Субтитры создавал DimaTorzok